я давно обещал поговорить о господине качкаеве многие мне напоминали о моем этом обещании вот сегодня я как раз сподобился его исполнить да собственно это наверное вовремя потому что у нас на носу выборы достопочтенный господин качкаев баллотируется у нас опять в депутаты государственной думы в начале июля этого года в эфире эхо москвы павел рюрикович качкаев комментируя цены на отопление в республике башкортостан и в уфе сказал дословно следующее сегодня мы как бы пожинаем плоды вот того что было сегодня мы пожинаем плоды того что было раньше а собственно что было раньше раньше был павел качкаев 10 лет в государственной думе причем в комитете по жилищно-коммунальному хозяйству и он безусловно представлял интересы жителей республики башкортостан а еще раньше павел рюрикович был мэром уфы целых восемь лет и тоже безусловно имел прямое непосредственное отношение к жилищно-коммунальному хозяйству а еще раньше до этого павел рюрикович был два года министром жкх республики башкортостан и тоже имел прямое отношение к отоплению все это время больше 20 лет павел качкаев имел непосредственное отношение к тому во что превратилась жилищно-коммунальный комплекс республики башкортостан сейчас и безусловно он имел отношение к тому тарифу на отопление которое мы вынуждены теперь платить напомню самый высокий тариф в российской федерации то есть перефразируясь самого павла рюриковича сегодня мы пожинаем плоды работы самого павла рюриковича 20 лет он вел нас к этому тарифу я не поленился и написал довольно длинное и подробное письмо в адрес депутата государственной думы павла качкаева собственно в этом письме было четыре основных вопроса по какой цене баш ртс и прочие ресурсоснабжающие организации закупают тепловую энергию у генерирующих компаний по какой цене из какой наценкой перепродается это тепло гражданам и предприятиям организациям республики башкортостан какой сметной документации обоснована цена для населения и для предприятий и четвертый вопрос это проверяет ли контролирует ли павел рюрикович качкаев как член комитета по жкх государственной думы инвестиционные программы тех ресурсоснабжающих организации которые собственно нам подают это тепло по прошествии некоторого времени а именно 6 августа сего года господин качкаев прислал мне подробное на трех страницах письмо ответ на мои вопросы которые собственно очень любопытны очень важно павел рюрикович почти ответил на все мои четыре вопроса и в частности он сообщил что баш ртс и другие ресурсоснабжающие организации работающие на территории республики башкортостан закупают тепловую энергию по цене 1181 рубль за гигакалорию при этом продают они эту тепловую энергию впоследствии гражданам и организациям за 2148 рублей несложно посчитать что девятьсот шестьдесят четыре рубля составляет наценка на каждой гигакалории которые продают нам ресурсоснабжающие организации и баш ртс то есть наценка у них в их бизнесе составляет 81 процент согласитесь от немало мало кто в реальном секторе экономики может похвастаться подобной маржинальностью своего бизнеса 81 процент это много также господин качкаев своем письме пространно но очень невнятно убеждает меня в том что вот именно этот тариф он чрезвычайно обоснован и как он выразился даже экономически обоснован на высочайшем уровне то есть ресурсоснабжающие организации баш ртс убедили павла рюриковича в том что наценка 81 процента это нормально тут нужно понимать одну вещь что подавая вот эту смету расчет по какой цене они будут продавать тепловую энергию населению они вынуждены обосновать действительно как это все происходит на что пойдет вот эта наценка но не им же прям в карман да это было бы совсем уж простенькая одноходовочка какая-то так вот в числе вот этих обоснований содержится самый главный фактор и самый главный аргумент который приводит ресурсоснабжающая организация это то что они неимоверно тратится на поддержание сетей в рабочем состоянии и на так называемые собственные инвестиционные программы то о чем я спрашивал павла рюриковича так вот эти инвестиционные программы павел рюрикович никак не контролирует более того и не собирается это делать ссылаясь на то что это не его полномочия вообще это не его полномочия полномочия каких-то там ведомств каких-то муниципалитетов и так далее так далее существует предположение о том что вот именно эти инвестиционные программы являются прикрытием для сверхприбыли ресурсоснабжающих организаций есть предположение о том что не вполне а иногда и совсем не исполняются вот эти инвестиционные программы хотя бы потому что по сути мы не можем понять каким образом их контролируют мы не видим отчетов о контроле мы не видим изначальных этих инвестиционных программ опубликованными хотелось бы увидеть потому что когда три года подряд вскрывают одну и ту же улицу и там перекладывают один и тот же участок теплотрассы назвать это инвестиционные программы наверное как-то нельзя а таковые примеры у нас в уфе имеются мы не понимаем как отчитываются перед уполномоченными органами и ведомствами вот эти ресурсоснабжающие организации у меня сложилось впечатление что и сам павел рюлькович не особенно это понимает он просто отписался что там вот кто-то где-то должен все контролировать только не я ну между тем вот эти подозрения крепнут потому что 81 процентная наценка на товар который условно говоря покупают и и перепродают нам ресурсоснабжающие организации это конечно впечатляет безусловно ну в общем вот с этим надо разбираться к чему я собственно это говорю к тому что господин качкаев в третий раз собирается стать депутатом государственной думы и в третий раз собирается отстаивать наши интересы защищать наши кошельки от всевозможных недобросовестных ресурсоснабжающих организация это безусловно так павел рюлькович по крайней мере это все декларирует своих намерениях как истинный единоросс он безусловно декларирует забота о населении и о жителях республики башкортостан в частности однако у меня вопрос если 20 с лишним лет господин качкаев нас ввел к тому что мы сейчас пришли жилищно коммунальной сфере если он по сути отказывается начинать разбираться с этой 81 процентной наценкой а хуже того стоит еще и на защите вот этой маржинальности ресурсоснабжающих организаций может быть нам надо задуматься о том что кто-то другой более эффективно сможет защищать наши интересы в государственной думе может быть кто-то осмелится все-таки подвергнуть сомнению целесообразность вот такого вот гигантского непонятного тарифа который рухнул на республику башкортостан и который с пеной у рта защищают многие чиновники включая депутатов государственной думы к чему я собственно призываю я призываю к тому что когда 17 18 или 19 сентября на ваш выбор вы придете на избирательные участки и увидите в ваших бюллетнях фамилию качкаева а он баллотируется по уфимскому избирательному округу я вас призываю к тому чтобы вы хорошенько задумались ваше право переизбирать в третий раз на должность на пост на избираемую должность господина качкаева или все-таки дать ему какую-то передышку потому что человек все-таки 10 лет отработал в кавычках или не в кавычках решать вам в государственной думе прямо скажем результатом его работы стали многочисленные законопроекты например законопроект о капитальном ремонте который мы сейчас все оплачиваем дружно ежемесячно платежечку нам приносят это вот непосредственный плод работы господина качкаева в общем задумайтесь нужен ли нам этот депутат государственной думе нужен ли нам этот пламенный единорос или совсем нет решать вам а